Здравствуйте! В эфире информационная программа Вести Кабардио-Балкария в студии Беслан Суидимов. В Минеральных водах официально открылось представительство Генерального почетного консульства Италии, сообщает Пресс-служба Ставропольского краевого министерства курортов и туризма. Его компетенция будет распространяться не только на всю территорию Ставропольского края, но и всех республик Северного Кавказа. Представительство будет поддерживать итальянских граждан, проживающих на территории СКФО, но его основная задача связана с развитием двусторонних отношений между странами. Напомню, что с Италией Кабардио-Балкария уже и наладила тесные деловые связи, и это приносит неплохие плоды. Руководство консульства обещает, до конца января такое же представительство будет открыто в Ставрополе, а чуть позже в Нальчике. Сейчас идут работы по организации прямого авиарейса из Минеральных вод в Италию. Квалифицированных специалистов в Кабардио-Балкарии стало на 50 человек больше. Накануне в Доме правительства выпускникам федеральной президентской программы управленческих кадров вручили дипломы. В этом году программе исполняется 15 лет, и в ее рамках подготовку уже прошли 275 специалистов. Какие направления приоритетными стали в этот раз, знает Наталья Булат. Главная особенность этой программы в том, что ее студентами могут стать только работающие специалисты. Каждый из выпускников в процессе обучения должен подготовить свой проект. В этом году направления утвердили непростые. Модернизация здравоохранения и образования, реформа ЖКХ, внедрение энергосберегающих технологий, развитие предпринимательства и инновационных производств. Программа является не только фактором, повышающим уровень человеческого капитала в российских регионах, но и одним из инструментов экономического развития. Программа содействует как профессиональному, так и карьерному росту молодых руководителей, и почти 20% выпускников повышены в должности или приглашены для работы в органы государственной власти и местного самоуправления нашей республики. О том, что стабильного развития экономики государства главным образом можно добиться только через подготовку управленческих кадров, говорят и сами выпускники. Известные, как корабль назовешь, они готовы сегодня доказывать на практике. Я очень надеюсь, что армия этих специалистов пополнилась в Кабардино-Балкарии, и мы сделаем все, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы ваши старания не пропали, и сделаем все, чтобы, где бы мы ни трудились, в какой бы сфере мы ни находились, сделаем все, чтобы эта сфера пошла в гору, она развивалась. Профессиональную подготовку выпускники программы в основном проходили в ведущих вузах повышения квалификации Москвы и Санкт-Петербурга. Основное внимание уделялось развитию реального сектора экономики. В результате большинство проектов имеют непосредственное отношение к социальной сфере, потому, вполне вероятно, очень скоро мы воочию сможем убедиться в преимуществах новых форм ведения бизнеса на Кабал-Гипсе и способах обслуживания в филиалах Сбербанка, местных администрациях Нальчика и Прокладненского района, столичной городской клинической больницы номер один и КБГУ. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. Предприятия республики за 19 месяцев выпустили продукции на сумму свыше 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли КБР. Это уже превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как всегда, лидирует машиностроение и металлообработка. Неплохо обстоят дела и в цветной металлургии. Увеличилось производство в этой отрасли в сравнении с прошлым годом более чем в 15 раз. Замыкают группу структурных подразделений Минпрома, легкое деревообрабатывающее и химическое промышленности. Сейчас министерство реализует целевую программу, по которой в ближайшие годы почти 80% всей продукции отрасли будет выпускаться по новым технологиям. Зима по-настоящему вступила в свои права. Из-за обельного снегопада и минусовой температуры ситуация на дорогах ухудшилась. Как сообщает пресс-служба Минтранса, сейчас в рабочем состоянии находится свыше 80 единиц техники, готовых выйти на расчистку снега. Заготовлено около 10 тысяч тонн смеси из песка и соли. В республике запасено достаточное количество инертных материалов для посыпки дорожного полотна. Районные и городские администрации утвердили списки предприятий и организаций, которые обязуются в экстренном случае выделить дополнительную технику для расчистки трасс. А у врачей наступившие холода вызывают серьезную тревогу. Из-за теплой осени увеличилось количество простудных заболеваний, особенно среди детей. Медики призывают родителей более ответственно относиться к здоровью своих чад. В первую очередь речь идет о младенцах до одного года жизни и тех, кто посещает школы и детские сады. Если у ребенка появились признаки простуды, медики рекомендуют не откладывать с вызовом доктора на дом и начать немедленное лечение. В настоящее время, согласно национальному календарю прививок, проводится вакцинация детей. Делаются они бесплатно. Вакцина наша отечественная, Гриппол, Гриппол Плюс. Она хорошо себя зарекомендовала, достаточный иммунитет вырабатывается у детей. Эта же вакцина защищает в определенной степени детей от респираторно-вирусных инфекций. Даже если ребенок заболевает в такой вот межсезонье, когда у нас бывает подъем, то он, как правило, болеет легко, без осложнений. А самое главное, что нас волнует и при респираторно-вирусных инфекциях, и при заболевании гриппом. Это, конечно, осложнения. Именно они страшны. Как правило, это заболевания органов дыхания, сердечка, почки. Вирусов гриппа у детей в Нанчике пока не зафиксировано. При лечении простудных заболеваний врачи рекомендуют не пренебрегать инородными средствами. В спорткомплексе Нанчик в эти дни одновременно проходят и чемпионаты первенства Северокавказского федерального округа по самбо среди взрослых и юноши. В соревнованиях участвуют и девушки. Несмотря на то, что самбо не входит в программу Олимпийских игр, этот вид спорта весьма популярен в России. В последние годы им увлекаются все больше молодых людей, и многие добиваются высоких успехов. Именно этот факт и отметил исполнительный директор Федерации самбо России Владимир Левченко, открывая нынешние соревнования. Северокавказский округ и южные круга – это одни из тех, где наиболее активно развивается боевое самбо. Вообще, это, наверное, свойственное людям Кавказа, единоборство, борьба. Этим и отличаются от других регионов России. Поэтому я полагаю, что потенциал очень высок. Но еще раз говорю, наверное, будут конкурентами Северокавказского округа, южный округ. Это исторически так уже сложилось. И Кабардино-Балкария, я думаю, одна из лидеров вот здесь, в Северокавказском округе. Перед началом состязания руководителя Федерации самбо КБР Султана Ашхунова назначили уполномоченным Всероссийской Федерации поисков ООО. На нынешние же соревнования собрали почти 600 участников. Помериться с Северной Внальчик приехали команды из всех республик Северокавказского федерального округа. В эти минуты уже начались финальные схватки за золото. Победителям состязаний предстоит еще побороться за звание чемпиона России, но уже в Москве. Завершатся нынешние состязания завтра. На этом служба информации завершает свою работу. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. До встречи на телеканале Россия.